давайте чтобы сориентироваться вам интересны порталы потому что давайте так кто является продукт оларом или получше стоит задача как сделать компрессивный портал но что-то в этой образе автоматизировать процессы да 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 все что с этим может быть связано что смотрите я если за сегодня переначала презентацию сто раз поэтому там сверху на бардак поэтому буду рассказывать как есть мой личный опыт я с порталами так или иначе близко вожу с 2006 года вот когда мы внедряли портал первый самый портал и тогда это еще не было можно тогда еще только-только начало мы сделали корпоративную газету мы сделали инструменты бизнес-процессор и это было прекрасно это всем нравилось этим все пользовались наши ходите мы тогда сделаем команда из трех человек вот ну а там портал надо развивать мы стали развивать портал дальше как бы произошло то что от чего я сразу в режиме советов ладно вот сразу вас хочу очень сильно предостеречь да наша а что такое портал и чем туда еще запихнуть вот узнавайте как бы те у кого есть портал эти это собирается делать портал да а это справочник это список сотрудников структура компании полезные телефоны все что с этим связано есть такое это база знаний на туда спихнуть вики документы чтобы все легко находилось чтобы все было прекрасно это конечно же зеркало ценности данного должна быть страничка с ценностью нас должны соответствующие картинки не сразу в цветах бренда и тогда это конечно информационные ресурсы хотя бы новостей да но сообщение газета где-то мы делаем комментарии к новостям и тогда это коммуникации форумами командная работа все что с этим связано а может быть еще будет точкой входа да там не знаю на джиру на конфлюенс и еще собственно грей нет наш противный портал чтобы не сделать его . вход ну конечно у нас инновационная компания нас точно будет работать обучение инструменты процессы заявки и отпуск командировки все проще простите посвели неважно это просто список задач которые иногда стоят вот как бы давайте мы сидим страницу для нового сотрудника правило новому сотруднику интересно то что уже не интересно старым сотрудникам да как бы какая-то такая базовая информация компании которую ты каждый день точно не перечитываешь ты и читаешь один раз в жизни и общем усваиваешь да и больше не используешь я собственно говоря все это перечисляют их того чтобы прорекламировать вам глобальный портал а скорее наоборот сказать что ничего таким образом по моему опыту и по опыту компании с которыми не общалась к сожалению не получается и довольно легко объяснить как бы таким думал думал мне кажется простой вопрос может нам помочь скажите вот вы когда куда-нибудь едете вы отели бронируете бывает где бронируете на букинге не меня на ресурсе островок букинг да понятно если билеты вам надо купить вы где покупаете смотрите везде есть везде есть профилированные ресурсы везде есть профилированные сайты которые собственно говоря нашли себе цель до выбрали себе одну некоторую задачу и и лучшим образом решили вы мне сейчас можете сказать про яндекс про google и будете правы да но и в яндексе и в гугле и в любых подобных ресурсах есть отдельные команды каждая из которых занимается своим отдельным продуктом и в общем когда я долго долго думала что же сегодня сказать про портал я могу сказать наверно только одно и главное корпоративный портал является полноценным эти продукты которые нужно развивать так как развиваются профессиональные большие серьезные эти продукты со всем подходом со всем проектированием со всей архитектурой и так далее и так далее и когда к вам приходит собственник или там не знаю вы сами приходите ведь а давайте я разобью войти портал да вы фактически берете на себя задачу не знаю там всего гугла да или там одновременно всех не знаю букингов мамонта и так далее так далее так далее вместе вот остерегайтесь этого пожалуйста да может не берите за это сходу выберите одно выберите одно пообщавшись с вашей целевой аудитории это второй момент который я хотела проговорить очень часто корпоративный портал это либо ваш личный запрос либо запрос собственника при этом как бы вы не выбрали основную цель корпоративного портала это почти всегда инструмент горизонтальной коммуникации будь то инструменты будь то просто сообщения новостей будь то форум обмен какими то новостями будь то прозрачность ресурсов компании да то есть вы делаете профиль сотрудников там с их с их какими-то данными с их навыками с их там не знаю какими-то целями развития делаете ли вы внутренние опросы руководитель компании и вы как и чар тоже почти всегда получаете информацию совсем другими путями Картопоративный портал вы делаете для сотрудников. Более того, не для всей массы сотрудников. У вас почти всегда финансовый отдел будет недоволен. Подумайте об этом. И это не страшно. Выберите свою ключевую аудиторию. Я не знаю, кто у вас в компании, но, как правило, есть ключевые сотрудники, которым что-то надо. Потому что, в принципе, для чего бы не делался портал, он делался для того, чтобы не было пробелов в коммуникации. Для того, чтобы либо у вас был профессиональный инструментарий, либо чтобы у вас были профессиональные коммуникации. Для чего? Для того, чтобы удержать ваших ключевых сотрудников. Найдите своих ключевых сотрудников, услышьте их, поймите, какая у них главная потребность. И увидите ваше руководство, ваших финансовых, бухгалтеров, я не знаю, кого нужно убежать, себя в первую очередь. Что все, что вам хочется, потому что это красиво, и потому что все так делают, это может быть да, а может быть нет. Это может быть совершенно не первоочередная задача. На мой взгляд, ключевой аудиторией являются новые сотрудники, почти всегда. Они еще очень восприимчивы к информациям, эта информация нужна как воздух, поэтому это очень-очень важно. Ваши ключевые сотрудники в серединке компании где-то, ваши новые линейные менеджеры с точки зрения каких-то инструментов, которыми они могут пользоваться, они смогут пользоваться. И какой-то информации, которая не то, что она им была до сих пор недоступна, просто она им была не нужна, пока они не стали менеджерами. Да, вот те, кто недавно стали менеджерами, подумайте, какая там, будь то база знаний, опять же, или будь то инструментарий, или будь то 360, какие-нибудь опросы. Смотря что они запрашивают, смотря что им нужно, да, но сконцентрируйтесь на одной ключевой аудитории, из всех отделов выберите ключевую изначально потребность. И только в последнюю, да, как бы очередь, это руководители, это HR, а еще есть IT-отдел. Это дело очень интересное, когда я шла на это. В общем, сегодня же проводится в Питере большой, по-моему, сегодня, большая конференция, не-не-не, СПИД проводится, да, тоже сегодня. А еще есть большая конференция IT-директоров. Не IT-шных компаний, они, по-моему, вообще не пускают к себе принципиально IT-шные компании, вот, но есть такие люди, они IT-директора не IT-шных компаний, такое тоже бывает. Вот, и они проводят большую конференцию, вот они мне писали, что, ну, как бы не хотелось бы я прийти к ним, рассказать про порталы. То есть периодически портал вообще инициатива IT-отдела, а как вы понимаете, у IT-отдела вообще свое видение правды, да, как бы и того, как должен выглядеть портал. Так вот, если так получается, что вы в этой команде, то тоже убедите их, выберите для кого вы делаете портал, и выберите вот свою, да, эту одну основную цель и задачу. Вот, и такая банальнейшая вещь, говоря о разработческих командах, смотря, говоря о разработческих компаниях, но я все-таки сочла для себя возможным это еще раз проговорить и сказать, потому что, к сожалению, опять на моем опыте, а я, в общем, видела много команд и много HR-ов, которые пытаются внедрить и сделать IT-порталы, корпоративные порталы. Люди, которые обязательно должны быть в команде, или хотя бы компетенции, которые обязательно должны быть в команде. Это точно выделенный заказчик или выделенный аналитик, в зависимости, скорее всего, это вы, да, как бы, либо, если вам повезет, и у вас будет там аналитик из интегратора, ну, вам страшно повезло, у вас есть у компании такая возможность. Но это должна быть выделенная роль отдельного человека. Это точно, то есть, корпоративный портал, я хочу еще сказать, отвлечься, все, что я сейчас говорю, это не то, что не истина, да, это мои размышления на заданную тему. То есть, кто хочет, вот, не знаю, поспорить, кто считает, что я не права, я очень могу быть сейчас не права. Это просто размышления. Ладно, поэтому сразу, там, поднимайте руку, говорите, то есть, я не буду говорить, что я знаю истину. Это просто, вот, как бы, мой опыт. Так вот, мое ощущение, и то, что мне говорили ребята-разработчики, что корпоративный портал не является сложной разработкой технической, да, какой-то там мега невозможной и сложной. А вот с точки зрения проектирования, да, с точки зрения интерфейса, с точки зрения навигации, это мега сложная штука, потому что у вас в компании, да, очень много, опять же, целевых аудиторий разных, разных потребностей, разных уровней знаний, да, и когда вы будете вот эту вот свою маленькую разработочку распространять на всю компанию, вам потребуется потрясающая архитектура, которая позволит вам наращивать, наращивать, наращивать дальше уже этот портал, да, как развивать. Иначе вам придется каждый раз ломать все и начинать сначала, ломать все и начинать сначала. И вы даже не будете понимать, там, разработчик дебил, почему он не может это надстроить, да, или как бы почему каждое изменение у вас такое геморрой вызывает, или вы не купили не ту систему, если вы решили купить систему. На самом деле это все уже тысячу раз пройдено, просто пройдено опять же в разработке нормальных IT-продуктов. Вот как бы если к порталу относиться как к внешнему бизнес-IT-продукту, эти проблемы уйдут. Просто мы не профессионалы сами в этом, да, и, соответственно, нам необходимо привлекать профессионалов. Ну, или стать этими профессионалами, это тоже. Кто как бы себя выбирает. Поэтому, на мой взгляд, команда должна выглядеть минимум, да, из вот как бы заказчика, он же аналитик, это может быть вы, из человека, отвечающего за изобилие оперативного интерфейса, причем на какое-то время он должен быть выделен на этот проект на 100%, то есть не по остаточному принципу. Иначе его просто не хватит, и он сделает вот так, как получится. Это менеджер проекта, который будет разработать с разработчиками, или если у вас прям вам выделена команда разработчиков, это, конечно, вообще идеальная ситуация, но, по-моему, такого не бывает. Если у кого-то бывает, да, я вам страшно завидую. Вот, обычно такого не бывает, поэтому вам нужен такой, вот знаете, жесткий, сильный проект, который добьется от всех разработчиков все, что нужно. И, ну, я бы сказала, что хотя бы один разработчик, хотя бы один исполнитель должен быть выделен на 100% на портал. Я не буду утверждать, что это так, но я не видела ни разу успешной реализации, если это не так. Вот единственное, что я могу сказать на эту тему. Какие-то вопросы, походу. Двигаемся дальше. Дальше еще одна мысль, тоже совершенно банальная, если смотреть на это как на разработку нормального инновационного IT-продукта. Не пытайтесь сразу сделать совершенство, да. Наверное, все вы уже знаете. Если не знаете, то почитайте, как разрабатываются стартапы. Да, это всегда одни и те же итерации. То есть вы делаете, вы проводите анализ, да, вы спрашиваете вашу аудиторию, вы делаете вместе с ними, там, не знаю, фокус-группы, что-то выясняете, что-то понимаете. Делаете какие-то предположения, делаете маленький дешевый прототип, точно зная, что вы его убьете. Вот даже не надейтесь, что именно из этого-то вырастет потом, да, совершенство. Вы его делаете, вы его запускаете в компанию на вашу целевую аудиторию, они пробуют, они ругаются, они матерятся, они говорят, что все фигня, вы с вашим удовольствием, вниманием их слушаете, записываете, понимаете, что все-таки фигня, действительно, это все надо менять, да, потом, соответственно, делаете новое ТЗ, разрабатываете новый продукт, заново тестируете, но если повезет со второго, если не повезет, там, с третьего, с четвертого раза, у вас получится тот продукт. Почему это еще важно, да, кроме того, что это просто нормальная практика, что чем больше народу на этапе прототипа вовлечено, да, вот, как бы в этот фидбэк, пусть они ругаются, как хотят, неважно, они уже вовлечены. Если вы услышали то, что они вам сказали, да, и вы это изменили, это потом не дает им морального права сказать, что то, что вы сделали, все равно говно этим все равно пользоваться не буду, да, потому что вы сделали ровно то, вы ответили на их запрос. Поэтому даже если у вас, как нам, нет необходимости делать это с точки зрения, вы действительно готовы сразу сделать совершенство, предположим, я очень советую этот этап все равно проходить, чтобы вовлечь как можно больше народу, да, чтобы этот народ мог всегда сказать, что да, вот сделано так, как я же вам говорила, вот видите, теперь это работает. Дайте им это право, и они будут вам страшно благодарны и будут пользоваться тем продуктом, которое у вас в результате получится. Вот. В результате моих долгих сегодняшних мучений это, в общем, такая вот теоретическая часть. А дальше, как хотите, я могу поотвечать на вопросы, могу показать примеры там некоторых порталов, да, мне вот большое спасибо прислали. Это, давайте так, это еще такой шаг в моем опыте между, после iFree, в iFree мы сделали кооперативный портал, это стандартный портал на SharePoint, плюс-минус. Вот. Мы сделали портал, который Microsoft нам посоветовал продавать, потом вовне на рынок, и была создана дочерняя компания, Тилан, где я некоторое время тоже работала, и там было достаточно много таких типовых порталов для не-антишных компаний. Я вам их показываю не потому, что это там какое-нибудь совершенство, просто вот это вот тип портала, который чисто информационный. Он работает, он живет, у него точно должен быть контент-менеджер, который занимается наполнением, да, как бы, ну, либо некий там журналист, который занимается наполнением. Но это то, что достаточно просто там, не сильно ломая SharePoint, реализовать. Вот. Просто как для примера, даже тут, видите, компания не представлена, потому что не имею права. Еще один аналогичный тоже портальчик, такой он, достаточно симпатичный, тоже без лишних наворотов, тоже чисто информационный. Если реально проблема именно с коммуникацией, да, начать можно с этого. Я не могу там советовать или не советовать SharePoint, это уж каждый сам решает. Вот. Но такое можно сделать почти из любой, там, Друпала, Друпала, да, из любой, там, готового фреймворка можно сделать. А можно написать, как, значит, что это нужно. Я говорю, для вот таких простых информационных целей вполне хватает. Вот. Дальше мы переходим. Друзья, мне даже неудобно, может, кто-то из вас расскажет. Лен. А потом я буду не права, да? Это портал, который, да, был делан компанией, компанией Peter Service. Когда я еще там работала, там, он был совсем-совсем другим, когда мы только начинали, назывался Bellingin. Теперь его зовут Skillber, и он уже такой сильно, сильно разработанный. И вот, как бы, команда, которая разрабатывает, здесь сидит, поэтому я к ней обращаюсь. Лена из Живы, Маша. Это еще есть из команды? Нет. Там была идея другая. Мы уже рассказывали на конференциях, кто-то из вас слышал, кто-то из вас не слышал. Там как раз цель вот-то одна, да, изначально, во всяком случае. И поправляйте меня, в чем я не права, ладно? Лен, да? Изначально цель была именно сконцентрироваться на навыках сотрудников и на прозрачности ресурсов компании. Поэтому была сделана определенная классификация, по которой каждый человек мог сам оценить свои, там, знания и навыки. Мог написать, что здесь я эксперт, там, звездочками, здесь я, там, хочу развиваться, а здесь я развиваться уже не хочу, там, такой значок специальный, здесь нет его. Вот, здесь я развиваться не хочу, вообще не трогайте меня с этим вопросом. И вот так вот в результате выглядит профиль сотрудника в, в этом портале. То есть мы можем видеть сразу его экспертные навыки, но, конечно, не экспертные навыки никого не интересуют, да? Потому что если нам нужен человек в проект, то мы, как бы, хотим по поиску, просто ввести поиск и найти нужного нам эксперта в компании. Надо сказать, что в компании тысячи человек, поэтому это актуально. Я бы сказала, что в любой компании больше 150 человек, это актуально. Тысячи – это сверхактуально. Вот. Что там из интересного? Во-первых, умения и навыки не только по, не только по техническим, да, характеристикам, но и по продуктам компании, и по специализации. Во-вторых, это там геймификация, которая там включена, но видна. Это там те значки, которые ребята могут друг другу переводить. Значки полностью отражают поведение, характерное для ценности компании. Да, то есть если мы говорим, что ценность компании является, не знаю, там, инициатива, да, то, что человек там проактивно пришел и помог, да, это некое поведение, которое характеризует ценность компании. Да, и глупо, там, дарить значки за саму ценность, потому что это очень всегда абстрактное понятие, да, профессионализм. Попробую подари за профессионализм, да, там, все-всем. А когда вы это характеризуете конкретными поведениями, да, это очень удобно, и народ друг другу переводит. А вы, как HR, и как менеджер, открывая страничку человека, всегда можете увидеть его такую, да, социальную активность, то есть не только технические навыки, но и насколько он там помогает, насколько он идейный, насколько там, то, что вы хотите отразить в своей компании, да, то, что отражает ваши ценности. Вот так вот выглядит возможность, это, по сути, соцсеть, да, возможность рекомендовать знания и навыки других людей. То есть дальше, если вы эксперты, вы рекомендуете, то, не знаю, сейчас реализовано, нереализовано, да, что человек получает больше баллов. Если вы просто HR, который любит, любите этого человека, и вы ему обозначаете, что, конечно же, он знает Java, да, хотя бы это оценить не можете. Он тоже получает, но маленький балльчик, да, таким образом у него появляется некое техническое, такой взвешенный технический балл по каждому конкретному скилу, который тоже потом можно искать в поиске. Вот. И дальше на это накручена биржа задачи, биржа вакансий, то есть вы как менеджер, вы можете, соответственно, запостить вашу, какую-то задачу, которую человек может сделать поверх основной работы, либо если вы менеджер проекта, вы можете прямо таким образом найти себе людей в проект. То есть вы обозначаете, что именно вам хочется, вы обозначаете, какие скиллы должны быть развиты или какие скиллы прокачаются, да, в рамках этого проекта. Соответственно, люди, которые хотят прокачать эти скиллы, получают вашу, там, модификацию про вашу вакансию, могут просто зайти и посмотреть, что там интересненького, куда меня зовут. Вот. Могут на нее и плавиться, да, заявиться, и вы выбираете себе команду. Такая, как бы, очень удобная штука, да, с совершенно понятной целью по компании. Позволяет очень здорово ротировать людей внутри компании горизонтально. Вот. Ну и вот дальше то, что я бы хотела сказать, да, что когда у тебя хорошо, классно реализована одна функция, у тебя появляются запросы, запросы, запросы на, как бы, на развитие, да. И это уже не ты нарезываешь людям, а не ты пиаришь, ну, давайте же, ну, приходите, да. А ты отвечаешь на запрос. У тебя попросили, ты сделал. В данном случае это, это групповая, да, реализация, да, реализация как группы, типа, как ВКонтакте, да, и так далее. То есть когда у тебя есть группа народу, когда у тебя есть новость, когда у тебя есть деятельность. Вот. Питерсервис, соответственно, реализует релокацию ребят, ну, там, по определенным правилам игры, на Кипр на некоторое время. И вот в этом вот, соответственно, портальщики, да, они обсуждают условия, они обсуждают, как там им живется в этом доме, который для них снят, да, как бы, как им работается, и так далее, и так далее. Люди меняются, и, соответственно, могут обмениваться знаниями. Вот. Ну, это можно очень много всяких придумать, этих групповых механик. Вот. И тоже по запросу сверху уже, да, было туда же, поскольку, опять же, он концентрирован все-таки на профессиональном развитии, на знания и навыки, да, то внутренние опросы и тесты были туда добавлены. Ну, здесь вот тоже можно посмотреть. А вот этот другой портал, портал, который сейчас в компании iFree, вот он как раз пример того, что попытались, как не пытались от этого уходить, все-таки попытались засунуть туда все, что только можно. В результате работает процентов 40, но то, что работает, работает хорошо, да, то есть вот это вот, это еще история старого портала, то есть, грубо говоря, он с 2006 года, представьте себе, да, там обновлялся, перерабатывался, переделывался весь, еще раз переделывался. Он и был, да, последняя идея, которая была, сделать что-то похожее на ВКонтакте, где тоже центром является групповая работа. Но у меня ощущение, я давно уже не работаю в iFree, то есть это просто ощущение меня сейчас, как там, внешнего пользователя, который посмотрел на портал, что все равно лучше всего у него реализована именно информационная функция. Информационная и заявки. Вам, наверное, не очень хорошо видно, да, но вот все, что есть на портале, вот в этой вот менюшке есть, и здесь есть огромный перечень именно заявочных механизмов, которые автоматизированы, и поэтому народ туда, естественно, ходит, и это удобно. Вот. Но все остальное, то есть вот группы, насколько я знаю, работают у них не очень хорошо, а информационный поток хорошо. Вот. Там есть, соответственно, корпоративная газета, которая выходит раз в три, по-моему, недели, если я не ошибаюсь. Вот так вот выглядит уже, да, это вполне современно. номер, ну, номер одной газеты. А вот так выглядит архив. Таким образом, у вас, это, наверное, не зато назвать базой знаний, да, но какой-то, во всяком случае, история вашей компании складывается в такие папки, складывается в такие, там, за много-много уже лет, да, и это, конечно, страшно интересно, когда у вас какие-нибудь юбилеи компании, да, или какие-то праздники, или у вас новые сотрудники, то для нового сотрудника это вообще кладезь информации огромная. Вот как-то так это выглядит. Вот, ну и реализованы, в Айфри реализован фишка-маркет, в Петерсервисе реализован песса-маркет, не знаю, рассказывают, знаете, уже, наверное, все, да, внутренняя валюта и возможность, соответственно, купить. Вот, они похожи, кстати, как выглядят в одном и в другом. Вот, и из интересного, что в Айфри реализована библиотека, да, и, соответственно, вы можете, ну, искать книгу онлайн, брать ее, соответственно, там зарегистрировано, что вы взяли книгу. Я просто знаю, что с библиотеками очень многие водятся, да, очень многие хотят это как-нибудь реализовать. Вот обращайтесь в Айфри, они реализовали, и у них работает. Ну, в общем, с примерами у меня, наверное, все. Так что я готова к вопросам. Да, у нас 15 минут. Все-таки это портал не обыкновенная информашка, да, более-менее масштабная. А как вы считаете, как эффективнее делать это внутри компании или отдавать кому-то с определенными рисками, если мы отдаем это затраты вовне, это безопасность страдает наша, да, а если мы отдаем внутрь, это затраты вот остаточный принцип. Если у вас есть сильный проект-менеджер внутри, я бы рекомендовала отдавать вовне тогда, да, но обязательно иметь внутри человека, технического человека, айтишника, который будет все равно за все это отвечать. Бесконечно долго, да. Контент-менеджер и технический человек нужны обязательно. Если сильного проекта внутри нету, ну, я бы не советовала вовне. Ну, если сильного проекта внутри нет, вы и внутри ничего не сделаете. Извините, конечно, возьмите сильного проекта. Да, я даже не знаю, как это решить. Я не видела реализации внешних, вот если совсем честно, да, таких классных, крутых порталов. Это выгоднее, и если это получается, наверное, это должно быть правильно, и должно быть именно так, но вот от души сказать, я не видела внешних реализаций. Я видела, когда выделенная команда внутри делает крутые штуки. Вот опыт такой, да. Как вы считаете, какой максимум функционала нужно засовывать в портал? Потому что у нас сейчас портал, он такой прям функциональный, там есть все, но там в такой степени много информации, потому что я не знаю, где какой документ лежит, какую кнопку мне нажать, чтобы вообще как мне что найти, я не знаю. Я фактически пользуюсь там на пяти функциях. Я в последнее время вообще прихожу к выводу, тоже это мое личное такое мнение, что портал может быть просто личиком, просто дверью, что называется, ко многим другим разработанным отдельным инструментам. Ну как Google, через Google вы можете найти и Booking, и Mamondo, и одно, другое, третье. Но что там должно быть офигенно сделано, это поиск. То есть даже если не по папочкам, и не должно быть по папочкам, но поиск там должен быть волшебный совершенно. И тогда мне кажется, ну я могу ошибаться, да, но мне кажется, что тогда все намного проще. Это как один из вариантов. Другой вариант, значит, вы убьете все, правда, как бы начните с одной какой-то функции и вокруг нее развиваете. И архитектуру, думайте так, чтобы каждый отдельный модуль был независим. Вы будете убивать модуль, вы будете пробовать делать какой-нибудь банк идей. Он у вас, нельзя быть гарантированным, но скорее всего, через некоторое время будет умирать. Скорее всего, вы через некоторое время будете приходить к тому, что какой-нибудь там сбор идей, это акции, это непостоянная функциональность. Да, потому что, ну опять по опыту, постоянно банк идей не живет. Нельзя удержать вот эту вот энергетику на одном и том же уровне долга. Да, поэтому, например, банк идей лучше делать акции. Но мы начинаем сегодня, мы собираем идеи в ближайшие полтора месяца. Мы, не знаю, даем большие призы тем, кто дал нам самые гениальные идеи. Мы повторяем это раз в сезон, или раз в полгода, или с достаточной частотой. Но это ваши акции. Но, скорее всего, вначале вы будете делать банк идеи. Делайте модульную систему, чтобы у вас был кор какой-то, то есть какую-то основную часть. Может быть, у нее список сотрудников какой-то основной части может быть. Он всегда будет востребован. Справочник, структура всегда будет востребована. Все остальное, опять же, работайте с хорошими архитекторами и проектировщиками. Скорее всего, это будет правильнее делать внешними модулями, которые можно убивать, не оглядываясь. Либо делайте портал, если он уже есть, сделайте внешнюю другое личико и сделайте офигенный поиск. Мой совет такой. И тогда тут не надо разбираться, есть бардак. У меня два вопроса. Можно? По поводу портала, мы внедрили портал буквально где-то месяцев 8 назад. И функция у нас там понатыкана просто миллион. Но изначально было где глобальный день, то есть это коммуникация и автоматизирование всяких процессов. И в какой-то момент руководство пришло к выводу, что лучше разделить эти вещи, то есть все остопиковое общение вынести на соответствующий под домен, а в портале оставить только бизнес-процессы, оформление отпусков и какие-то мелочи. Вот насколько действительно можно в портале объединять эти две функции, стоит ли действительно их разделять? Технически или идеально? Почему для кого-то так решил это? Или идеологически? Идеологически, да. Смысл был в том, что все-таки давайте мы оставим портал именно рабочим инструментом, а общение и всю коммуникацию вынесем в другое место. В итоге получилось так, что у нас и в портале посещаемость маленькая, и на в топике посещаемость тоже стремится к нулю. У меня нет ответа, я не знаю. То есть это тоже такая общая тема, наверное, очень сильно зависит от культуры компании, да, и от того, что такое в топике общения. Потому что когда у тебя там, не знаю, какое-нибудь объявление, да, там личное объявление, у тебя все начинают продавать котиков и собачек, а потом начинается дискуссия, там, не знаю, гуманно ли продавать котиков, да, то это тоже, конечно, нездоровая тема. С другой стороны, действительно, если ты выносишь это вообще во мне, то есть лучше тогда вообще-то делать, скажем, в топик в почте или вообще официально ничего не делать. Люди найдут, вот, куда слить? Все, да, такое, как бы, вне рабочие люди точно найдут сами. Поэтому очень от культуры компании. Если это начинает раздражать, лучше действительно этого не иметь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!